Бывшего начальника обматерившего Путина ведущего обвинили в махинациях за Кавказе и бывший СССР. 17.57.9 августа 2019 года бывшего начальника обматерившего Путина ведущего обвинили в махинациях. Ника Гварамия Фото, Wikipedia. Генпрокуратура Грузии предъявила обвинение бывшему гендиректору грузинского телеканала Ручтави 2 Ники Гварамии за умышленное нанесение финансового ущерба компании. Об этом сообщает ТАСС. Следствие установило, что из-за злоупотребления руководящими или представительскими полномочиями Никой Гварамии вещательная компания Рустави 2 не получила более 6 миллионов лари, из-за чего производству был нанесен значительный ущерб, заявил прокурор Амиран Гулуашвили. По версии следствия, в 2015 году Гварамия заключил соглашение с компанией Интермедиа Плюс, принадлежащее его друзьям. Компания получила преимущественное право на размещение рекламы на каналах, принадлежащих Рустави 2. Это привело к убыткам в 6 миллионов лари. Кроме того, прокуратура утверждает, что в 2016 году Интермедиа Плюс купила две квартиры в Тбилиси, площадью 240 квадратных метров, которые в 2017 году Гварамия переоформил на себя, а затем продал более чем за 600 тысяч лари. Гварамия уже вызван в прокуратуру для официального предъявления обвинений. В случае, если вина бывшего гендиректора будет доказана, он может получить наказание в виде штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или домашнего речта на срок от шести месяцев до двух лет, или лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Новый владелец грузинской телекомпании Рустави 2 Акибар Халваш уволил Гварамию 18 июля. Новым гендиректором канала назначен Паата Салия. Вечером 7 июля в эфире Рустави 2 журналист Георгий Габуни осыпал ругательствами президента России Владимира Путина. Его слова спровоцировали митинг у стен редакции. Канал извинился за высказывания сотрудника, его на время отстранили, но увольнять не стали. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что оскорбления в адрес Путина неприемлемы. Сам глава государства спокойно отреагировал на оскорбления Габуни, заявив, что не стал бы вводить санкции в отношении Грузии на фоне усиления антироссийских настроений в Тбилиси из уважения к грузинскому народу. Возбуждение дела об оскорблении власти в отношении журналиста Рустави 2 он счел нецелесообразным. В ответ Гварамия заявил, что плевать хотел на происходящее. Что значит, мы должны говорить, что президент России Владимир Путин хороший, для того, чтобы кто-то мог ввозить в Россию боржоми, вино и набеглови. Ссать я хотел на все три, плевать мне, сказал он. Что происходит в России и в мире, объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись.